Серия самолётов Як-7. Собственно, она и должна была начинаться с Як-7, но мы его показываем, к сожалению, не первым. Модель, в общем-то, от других отличается незначительно. Присутствует вот такая инструкция, достаточно подробная. Чёрно-белая в данном случае. В более поздних моделях её заменили на цветную. Это артикул 72-025. Ну, я уже показывал, в общем-то, вам эти литнички. Значит, что здесь? Всё абсолютно, как и у остальных самолётов этой серии. То есть, абсолютно точно такие же половинки. Да, то есть, такие же колёсики с протектором. Значит, замечательно выглядящие. Точно такие же боковушки кабины и смолы. Откроем пакетик, вам покажем. Общий литник, он един для всех моделей. Единственное, что в некоторых вариантах добавляется ещё дополнительный литник с пластиковыми деталями. Ну, в данном случае добавлено сюда, видите, добавлены капоты. Вот, тоже пластик с двумя вариантами капотов. Значит, проклёпаны детальки. Остекление, вот я уже показывал, очень интересно так дано. Значит, такая общая рамка, две пластиковые прозрачные детали. И ещё дополнительно, если хотите сделать открытыми, дан такой бонус в виде вакуумного фонаря. Конкретно на вот эту модификацию. Если у вас другая модификация, может быть, да, например, вот на, значит, вакуха, на вот этот вот второй вариант. Везде одинаковые травлёнки. Всё, что нужно. Тут есть, собственно, радиаторы, педали, приборка, ремни. Вот, соответственно, подложка под приборку. Ну, и вот многим известная, собственно, дека. Тут боковики. Такие хорошо воспроизведённые. Ну, и, собственно, сам литник. Я уже несколько раз его показывал. Говорил о том, что, в общем-то, тоже везде имитированы заклёпочные швы, где они нужны. Ну, и, собственно, всё остальное. Всё достаточно штатно. По большому счёту, опять же, вот некая унификация присутствует. То есть, есть литник основной. Есть основной литник прозрачный. Дальше вы, меняя только декаль, по сути, ну, и какие-то, видите, дополнительные детали, можете легко из одного самолёта сделать другую. То есть, вот, в данном случае, вот, вариантов, собственно, что сверху поставите, как бы, да, то у вас получится. Потому что все остальные детали, в общем-то, у всех моделей одинаково. Ну, с учётом того, что вы понимаете прекрасно, как советские самолёты обозначались в период Великой Отечественной войны, да и при наличии большого количества сторонних декалей можно, в общем-то, приобрести одну модель, собрать из неё там любую модификацию, но за исключением, пожалуй, той, которая на лыжах, ну, или вот ту, которую мы сейчас представим в следующем ролике. Собственно, вот.